Привет, друг, с тобой Эван, мы продолжаем играть на сервере Смотр Рэйдж, всё как всегда, и как ты понял по названию папируролика, сегодня эпоха голого Эвана уйдёт, и сегодня мы потратим около 5-6 миллионов на одежду и переоденемся как хачи, вернее как мажоры, извиняюсь. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что именно на этом сервере у меня есть личный промокод Эван, вводи его при регистрации большими буквами и получай 50 тысяч рублей на свой баланс, иди сдавай на права и работай на свою мечту. Ну что, пацаны, сижу я из себя в дома, на это не смотрите, это не моё, я же голым хожу, вот. Ну а перед тем, как мы начнём кастомизировать нашего персонажа, нам нужно доделать свои старые дела, то есть закрыть долг. Вот так дрожит каждый человек, когда к нему подъезжает Эван на гелике. Ну бы его нахер. Почему? Ну я как с гудуна. Я здесь стоял 2 часа. А что-то тупо спал, блин. Привет. Смотри, смотри, что мне дали, говорит, носи. Это кто такой? Это скриптикс. Ну что, пацаны, пришло менять внешность нашего персонажа, нашу незабываемую внешность, которую я проходил где-то с начала июня, и вот уже конец октября, начало ноября, когда я решил что-то изменить. Конечно, да, это была моя визитная карточка, то есть если ты видел чела в трусах и с клубничкой на голове, и там с каким-то стволом или без ствола, то это 100% был Эван, потому что, ну, больше никто так не ходил, и это был мой, можно сказать, собственный сет, который знали и узнавали все. И это было прикольно достаточно. Но пришло время что-то менять, и пора приодеться по-мажорному. Но прежде чем мы поговорим о моей одежде, которую я, кстати, уже прикупил, сначала мы поедем в тату-салон и сделаем себе пару татух. Погнали. Вот это у меня одежда есть, да, на мне. Кроссы, это макосины, это те, которые у меня были еще с рулеток повыпадало. Вот, штаны, это подарил мне Скриптикс, говорил, на, заебал, носи, а то ходишь голый. Типа каждый ролик одевай хотя бы одну шмотку, чтобы так до себе приодеться, вот. И верхнюю одежду мне подарил также подписчик, но об этом вы посмотрите немножечко позже, когда мы будем покупать одежду, я пока спойлерить не буду. Так, бизнеса я пока что выплату не снимал. Мы приехали в тату-салон, будем делать татухи. Вот, татуху я еще хотел, конечно, сделать после обновления, но добавили еще полицию. Я очень сильно хотел пойти в полицию, но заснять, конечно же, видос, повыгорать, погоняться за кем-то. Ну что, меня не взяли, а почему меня не взяли? Потому что говорят, что а-ля я медийное лицо, я могу спалить что-то не то, сказать что-то не то, сделать что-то не то. И, короче, чтобы мне пойти в полицию, мне нужно договариваться с админом. Хотя я как бы обычный игрок, просто который ролики снимает. Вы просто не знаете, какая у меня сейчас одежда будет, я уже знаю. И там почти все части тела будут закрыты, кроме шеи. Хотя шеи немножко тоже будут закрыты. Если что, потом можно будет добить. Весной, когда будет уже теплее, тогда соберем себе второй лук. Вот, и тогда можно переодеться что-то получше. В итоге, давайте тату на голове, это что? Ладно, на правой руке, на левой руке. Вот тогда мы, наверное, забьем весь себе рукав. Я надеюсь, так же можно будет сделать. Вот, а-ля, типа вот так. Но пока что смысла от этого нет, потому что оно все равно будет под кофтой, и никому видно это не будет. Что я говорил насчет GTA V? У меня на GTA V есть, GTA V онлайн обычный, да. Есть щел, в которого татушка вот здесь. Вот таким вот шрифтом, вроде таким же, но смотрится очень охуенно. Не знаю, мне очень нравится. Какой-то индивидуальности добавляет. Вроде на левой части. Давай, ебать. Ну, в принципе, они не такие прям дорогие. Давайте посмотрим все. И не хочу никакой рисунок, ни черепа, ни сердца, а именно какой-то текст. Если честно, пацаны, вообще не знаю, что налепить. Я не помню, это все ли татухи с GTA V. Мне кажется, что нет. Но все, что мне приглянулись, это, сейчас скажу, где-то моя роза, или как-то она так, а роза сердца, вот. Это роза сердца, ну, в принципе, неплохо, да. Но нет. Также мне приглянулся вор, он на левой части. Вот, и приглянулся, самое первое, это что-то, подожди, зап-стиль, вот. Еще здесь освещение такое херовое, ничего не понимаешь. Не, давайте все-таки ворн пялим. Вот, прикупили. Это очень классно, что можно не только одну татуху, а несколько бить. Вот это прям лайк. То есть, можно пару набить, и можно рукав сделать свой кастом, но и не то, что, например, вот здесь Rockstar, или кто это предлагал. Ну, скорее всего, Rockstar. Короче, я думаю, пока что на одной татухе мы остановимся. Вот, смотрится прикольно. Конечно, я любил делать татухи на правой стороне, а теперь будет на левой. В принципе, прикольно выглядит. В принципе, пофиг. Если что, потом перебьем. Как бы, неважно, не страшно, все нормально. Ну что, пацаны, давайте перейдем сейчас к одежде. Значит, на сметре у нас есть понтовая одежда и беспонтовая, я это так называю. Беспонтовая, это обычная одежда из GTA 5. Да, ты можешь переодеться, и вполне неплохо выглядеть, но все же хотят современные, реальные бренды, и они присутствуют на этом сервере также. О каких я брендах говорю, это Nike, Addi, Palm Angels, Babe, Gucci, Louis, Prada, Whitman's, вот это все. Вот это все, если смотри. Только, в чем же прикол? Почти вся брендовая одежда идет за донат-валюту. Ну, есть там, конечно, брендовые вещи, которые не за донат-валюту, но и выглядят они, соответственно, тоже не очень. И получается, чтобы купить брендовую валюту, тебе нужно либо задонатить на сервер и выбрать себе одежду, которую ты хочешь, или купить у другого человека эту одежду. И с помощью этого открывается у нас второй рынок на смотри, рынок одежды, где люди ее перепродают, где люди специально донатят, и ты можешь заказать у них одежду, и они тебе ее продадут с наценкой. Есть очень-очень много вариантов. И еще очень сильно рынок зависит от износа, то есть, если у тебя там износ 0-5%, это, считай, новое, ты можешь ее продать подороже. Если там процентов уже 10-30, это уже плохо. А если больше 50, то это вообще габала, типа. Если она новая, там стоит, например, 100 рублей, хотя такой одежды нет, там 200 минимум. Давайте 100 рублей, это 333 тысячи игровых, то ты ее можешь продать там тысяч за 30. Типа вот так сильно влияет износ. Я очень сильно не хотел тратить деньги на одежду. Ну и покупать обычную стоковую GTA V одежду, это тоже бред, ведь если у нас есть такая возможность, то почему бы нет? Но тратить там 2, 3, 5, 10 лямов на одежду, для меня это было раньше, это габала, ну я реально считал лучше купить тачку. Да, в принципе, я и сейчас так считаю. Типа, зачем эти шмотки? Вот, но как бы я перешел на сторону зла и решил так потратить очень крупную сумму на одежду и переодеться как бы нормально, по-мажорски. Поэтому, как я покупал одежду, можете посмотреть прямо сейчас. Ну, привет. О, здравствуй, здравствуй. Здравствуй, здравствуй. Что ты как? Пактичка, да? Интересно. Да, пактичка. Получается, да? Получается, да. А, да? Да, ну только покажи. Мне показалось, что сзади она немножечко порвана. А, да. Не, оно красиво там. Это специально так сделано, типа это интересный такой стиль. Угу. Это просто такая вот. А, доброго вечера. Доброго вечера. А, доброго вечера. А, доброго вечера. А, я вообще справа. А, это Володимир Зленский. Хех, да, доброго дня. А, как вы взагали? Я вообще справа. Я вообще життя. Что, братик, давай тогда за 1,6 пальтичка сейчас тебе дадут. 1,550. Мы же договорюсь. А, да. Да, 50 тысяч. Пать, точно. Это сейчас, сейчас, сейчас это. Да, да. Позару, наверное, вообще 50 тысяч, не жалко. А, шо за хуйня, блядь. Транспорт вашего персонажа сохраняется. Попробуйте открытие интерпоза. Чего, блядь? Смотри. Чтоб не было, типа, прикола. Смотри, у меня пальто сейчас износ 3,4. Вот прям сейчас 3,4 износ. Угу. Я сейчас снимаю, короче, еще было. Окей? Снимаю, да? Угу. У меня там будет где-то 40, наверное, плюс-минус или 30 с чем-то там. Я не знаю. Ну и продаю тебе, правильно? Все нормально. Ну, похуй, давай. Ладно. Я думал, там 30. Ну ладно. Я надеюсь, пацаны, я сейчас на бабки не попал. И потом я зальям тоже не солью. Опа. Опа. Чизас. Чиназас. Уберсанчизас. Урда Санчиз? О, на. Санчиз. Машинка ЕБ. Не машинка ЕБ, обратно. Да, да. О, Чизас. Смотри, какое у меня тело, а? Нормально. Ну все, снимай штаны. Не, штанишки не, Чизас. Надо ставить. Урда Санчиза, он трес, бро. Чизас. Дяку, это белый гад. Что, ты в мене купил это пальто, думал, что я не мог его продать. Не знаю почему, напевно, мне просто не повезло. А, ну то давай. Он, подожди, подожди. Э, кидала вам, кидала вам. В смысле? Друзья, я просто не понял до конца, ты написал 1,8, как а стоят, я просто в подарок кидаю штаны и неонки, по сути. Типа я купил за 1,5 только пальто и все вместе. Потому что там было написано, типа я в подарок. Так, я же себе написал, ну за 1,6, типа, ну, пальто только. Точно написал. А, да? Гадьки, да, ладно. В смысле? Так ты, так ты пальто за 2 ляма минимум продашь. Оно же записи, оно до 50%, типа, ценится. Вот там продавая у дочки. Если что, нормально, я тебе продал, не парься. Типа, ты его перепродал за такую же сумму. Да ладно, ладно, топох. Да ты его за продаж за такую сумму, не парься вообще. Короче, кинули мне. Ладно. Может, это просто недопонимание у нас произошло. Я думал, он написал просто 1,8 сет, поняли? А, 1 год за 1,6 пальто и го. Блядь, я думаю, это все. Да похер, там штаны были 80% и неонки, они нихера не стоят. Так что, не особо обидно. А, ты где? А, вот. Ты что, можешь за 2,6? Все. А, давай. Там будет по 5%, то и то, да. Да, портфели, штаны, штаны, штаны. Куча портфель за 2 ляма. Это вообще дешевка, пиздец. Типа, все продают по 2,5, по 2,7. Ну, конечно, не могут продавать, но их никто не купит. Большое спасибо. Давай, удача. Так, еще 2,6, джинь. Это капец, называется вот так, чтобы не ходить в трусах. Да, забирай, забирай ее сюда. Ой, пацан. Давай, давай, говорю. Больше, чем по-хуй стоит этот номер. Еще раз. Больше, чем по-хуй стоит этот номер, да? Эвен, эвен. Ну, пропорционально. Ебать, сильный вообще. Ты корень, да, смотрится? Да. Я чуть не обучился смотреть на себя одетым. Да, в натуре. Так, я списался со своим челом. Будем продавать корсовки. Он сказал, что он на стоянке. Только где? А, во. Он запомнился. А главное, не перепутать. Черный, белый, зеленый. Не двигаешь чуть-чуть? Ну, сколько 20 тысяч на бензин. Ну, давай. Не стоять. За 180 получается. Да, да, да. Все, спасибо большое. Спасибо, удачи. Мои маленькие. Да ну, это Эвен. Эвен. Да, здорово. Блин, меня слышно? Да. Здорово, бро, я тебя слышу. Здорово. Э, ты че впервые в жизни решил приодет? Короче, я как твой подписчик тебе подарю за 1 рубль, потому что я тебя люблю. Серьезно? Да, серьезно, бро. Ни хера. Ты должен передать в своем видео, посмотри. Алан Сахиб Горееву, привет. Алан Сахиб Горееву, привет. Надеюсь, я не ошибся. Ебать-ка. Четка из жара, охереть. За рубль. Да, благодарю. Спасибо, спасибо большое. Да, да, дуро. Сапки, кстати, классные. А, спасибо. Ой, блин. Ничего. Приехал, блин, уйди отсюда, не подслушивайся. Давай, бро, пока. Ну, слави. Нормально же все начиналось. Вот именно начиналось. Так, пацаны, мы приехали еще на Санта-Марию. Здесь будем сейчас себе прикупать еще масочку. Но перед этим давайте все-таки переоденемся. Это, пацаны, этот момент должен войти в историю. Потому что... Ой, подожди. Мне жилет есть. Выкинуть. Давайте перекинем вот эти нахер сюда. Вот это сюда. Вот это сюда. И легендарная маска пусть хранится здесь. И у нас получается вот такой вот стоковый перс. И прямо сейчас я приоденусь. Капец. Для других людей, типа, снял шмоткодел, а у меня... Блядь, я когда? С конца мая или с начала июня голый бегаю. Значит, кроссы. Бац на базу. Уже как смотрится, да? Уже по мажорному. Бац. Спортивка Гуччи. Бац на базу. Ох, ебать. Ебать стилевый чел, а. И можно было, конечно, футболку не снимать, а померить, как будет с этими штанами. Ну да ладно. Теперь пальто. Это самое то, что, наверное, я лоханулся. Ебать я мажор. Ебать я солидный. И самое дорогое это этот рюкзак. Рюкзак, да. Рюкзак Гуччи. Что, не одевается? Схуяли. Вместо аксессуара. А, а что? А, блядь, это бронежилет. Ебать стиль. Охуеть. А, татуха, я переживал, что не будет из-за такого большого варитника не видно. Но нет, она прям видна. И прям, она прям подчеркивает стиль. А если мы наденем оружку сюда, на шестый слот? Ну да, она будет криво. А если на пятый? На четвертом слоту пусть будет оружка. Здесь рюкзак или оружку нахер убрать. Давайте уберем его, чтобы она не портила стиль весь. Во, ебать. Нет, ну это стиль. Это очень стильно. И зачем мы приехали к маскам? Потому что стоковый перс смотрится очень страшно. Ну согласитесь. Именно на лице. Именно поэтому мы... Я думал сначала прикупить какой-то кипайк, панамку. Потом думаю, это нахер надо. Очки, возможно. Ну очки, возможно, мы прикупим, да. Но маску обязательно должны сейчас какую-то прикупить. Ну я имею в виду бандан. И сейчас такой кизару с этим. Это клоун. Бандана. Но это не такая бандана. Это то... О! О! Кстати, вот это подходит по цвету очень сильно. Но я видел не так... О, ебать. И это стильно смотрится. Но я уже в таких масках отходил. Спасибо. О! И это очень офигенно. Очень офигенно смотрится. Но я уже отходил в таких масках. Я не хочу. Бля, я забыл сказать. Это портфель на пяло. Это самый дорогой, самый пиздатый портфель. Ну там еще есть портфель LV. Тоже неплохой. Но мне как по центу Гуччи надо Гуччи портфель. И он дает нам дополнительные 20 слотов в инвентарь. То есть у меня есть 30. Еще 20 справа. Так что это не совсем тупая покупка за 2 ляма. Короче, я думал прикупить себе вот такую вот. Либо самодельную вот такую желтую. Которая очень сильно подходит по цвету. Но потом понял, блин, зачем мне ходить в бандане. Если в принципе чел у меня не такой уж уродливый. Пытался я только что примерить очки. Очки. Очки что-то ему не идут. Если честно, в таком луке очки носить особо не хочу. Поэтому в принципе вот так выглядит перфект. Все что я бы добавил. Это какую-то цепочку. Я надеюсь в скором времени добавить ювелирку какой-то. Алия серьги, цепи. И всякую такую херню. Браслеты, не браслеты. Мне кажется это будет прям топ. Я надеюсь опять не задана только. А за обычную валюту. Хотя если это золото, серебро, бриллиант. Это пиздец будет стоить. И чувствую. А у меня в принципе на этом все. Вот такой я туда свышал. Давайте подведем маленький итог. Значит сколько же денег мы потратили на одежду. Давайте сначала посчитаем в донате. Сколько бы эта одежда стоила в донате. И если мы ее переведем в рубли. Игровые конечно же. И вот ниже сколько на нее я потратил. В принципе я сэкономил достаточно неплохо. Но искал я тоже ее немало. А вы также пишите в комментариях. Носите либо брендовую одежду. Какие у вас есть сеты. Либо какая самая дорогая у тебя одежда. Будет очень интересно почитать. Обязательно нажимай на лайк. Помоги продвинуть этот ролик в топ. Я тебе буду очень сильно благодарен. Обязательно нажми на кнопку подписаться. Сделай из красной серую. Или как там уже серой серую. Уже в новом ютубе я не знаю. Ведь здесь выходит очень много интересного, полезного, веселого контента. Колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые ролики. Ну с тобой был Иван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи пацаны. Много одежды. И всем пока.